Алло. Алло. Да, Владимир? Нет, это не Владимир, кто спрашивает? Спрашивает. Максим? Вы ошиблись, Максим, это не Владимир. Как я мог ошибиться, если это номер Владимира? Переадресацию, видимо, воспользовался. На кого он переадресывался? Владимир, вы по какому вопросу интересуетесь? Вы сейчас в юридическую организацию дозвонились. Вы за него будете деньги в банк Вангард возвращать. Какой строгий тон. Кто вы, Владимир? Фамилия, имя, отчество? В следующий раз кто вы? Я спрашиваю, кто вы? Вы позвонили в юридическую организацию. А вы кто представьте? Вы кто представьте? Так подождите, кто позвонил? Вы или я вам позвонил? Меня зовут Максим Орлов, фамилия Вячеславович, отчество. Что вы так запутались? Орлов Максим Вячеславович, так же круче звучит, да? Я не знаю, как круче звучит. Мне кажется, что так правильнее. Мы же с вами русские. Когда кажется, креститься надо. Что надо? Креститься, когда кажется надо. Да ладно вам. Ну я крещусь. Вот сейчас перекрестился. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич, компания «Алиам». А фамилия Олег? Кузнецов. Кузнецов. Классно звучит. Действительно. Ну и что вы мне расскажете? Я вам. Да давайте расскажу, раз такой тон вы выбрали в самом начале. Человек, в связи с тем, что у него трудная финансовая ситуация, обратился в компанию, которая занимается тем, что помогает людям, попавшим в эту самую ситуацию. Разводят вот таких вот, как этот человек, да? Да, конечно, разводят. И чем вы ему помогаете? Расскажите мне. Ну для начала мы расторгнем тот договор, который вы с ним заключили. Каким образом вы расторгнете этот договор? Сначала вам будет серия писем в досудебном формате с предложением поменять пункты договора, которые не соответствуют действующему законодательству. В этой связи вы не ответите. После чего мы подадим в суд иск об истребовании. Я сейчас вкратце вам рассказываю. Я подозреваю, что вы далеки от юриспруденции. Я так понимаю, что вы пустослов просто понимаете. Ага, слышал я уже эти термины. Вы же по скрипту, да, работаете? У вас там скрипт? Нет, я не по скрипту работаю. Да ладно, мне-то не рассказывать. Я же не первый год юризмом занимаюсь. Ну ладно, да. Да, да, да. Я по скрипту не работаю и никогда не работал. Что? По скрипту не работал? От души идет? От души такая вот позиция? Конечно от души. Ну тогда слушайте дальше. От души если. Давай. После того, как вы не среагируете на письма в досудебном формате, как я уже сказал, мы подадим иск об истребовании. Где в суде попросим, чтобы вы предоставили нам все необходимые документы. Произведем анализ выписки, вычленим из нее все пункты, которые не соответствуют действующему законодательству и попросим у судьи расторгнуть кредитный договор, конечно же, посчитав ту необходимую сумму, которую клиент вам должен вообще. Это называется фактически понесенные расходы банком. Это вы так клиентом так чешите, что вы сделаете это что ли? Слушайте, тон, давайте выбирать, а то я сейчас тоже начну как-то так разговаривать. То есть тон, я еще не начинал, я нормально еще. Да, слово чешите в лексиконе не применяется в нормальном официальном. Почему? Что такое? Потому что нет в русском слове такого термина. Почему? В каком русском слове? Да, в формате общения двух людей. Вы сам-то русский мужчина? Я русский, да. Но вот слово чешите неприменимо в контексте к нашей беседе. Почему неприменимо-то? Вы же поняли, что я сказал? Да я это понял, что я сказал, но это звонок официальный или это звонок бандита? Какого бандита? Ну вот я еще раз спрашиваю, это звонок вымогателя или это официальный звонок сотрудника банка? Вымогателя? Какого вымогателя? Ну вот такое вот получается ощущение, да. Что звонит какой-то невменяемый упырь и пытается со мной разговаривать по фене. Если ты хочешь со мной по фене разговаривать, то ты можешь со мной разговаривать по фене и я тебе докажу, что у тебя ничего не получится. Почему? Да по кочину, по кочину не получится. Почему по твоему по кочину, что ли? Слушай, ну что добиваешься, а? Что ты добиваешься? Что я тебя послал? Скажи мне пожалуйста. А? Я тебя сейчас пошлю легко и просто. Слушай, давай вместе встретимся и посмотрим у кого зубы парки, а? Давай подъезжай к нам в банк, мы с тобой переговорим. Слушай, а чё ты как в банк меня зовёшь, чмо? А? Чё ты меня в банк зовёшь? Чмо твоя женщина, твои дети. Да ладно тебе, да? А с чего ты взял? Ты знаешь мою женщину? Мне интересно, откуда ты приехал, с какого аула? Я с Аула? С какого аула? Я живу в городе Владивосток. У тебя кого-то, кого-то приезжает, ты с какого-то аула, ты лох. Понимаешь? Ты просто лох и клоун. Ну ладно. Ты просто разводишь вот таких вот тут дурачков, которые твою вот эту херню, которую ты рассказываешь, то что вы заговоры отмените. Ни одного заговора не было отменено за 4 года, когда я здесь работаю. Понимаешь? Да ты работаешь 4 года и вообще в этой жизни ты работы вот нашёл по прошайке телефонной, а? Вот скажи мне, пожалуйста, чудо. Максим там-то Олегович, да? Или как ты там представился? Или Олегович Максим. Ты чё эту работу выбрал? Вот скажи, пожалуйста, зачем ты её выбрал? Это ж ты попрошайничаешь, сидишь по телефону и попрошайничаешь. В смысле попрошайничаешь? Почему ты думаешь себя попрошайничать? У человека трудная финансовая ситуация, и ты знаешь, что даже в судебный пристах не сможешь... И ты в этой трудной финансовой ситуации ещё и с него деньги берёшь за вот это твоё пиздоморство? Ну да, да, денег он платит гораздо меньше, чем выплатил твоему банку. Так он в сторону нам деньги эти отдаст, в чём прикол-то? Да чё ты врёшь? А не один ещё человек, который был нашим клиентом, не отдал по твоей воле деньги. А давай с тобой вот конкретно заспоримся, что я с него деньги в ближайшее время взыщу. Ты? Да он даже не будет брать телефон. А если ты с него взыщешь деньги, то это его проблемы. Как я это сделаю? Давай конкретно забьёмся, если ты пацан, что яйца есть хотя бы. Слушай, ну ты даёшь. Ты мне скажи, ответь на вопрос на простой. Нет, я тебе скажу потом. Перезвонишь, я просто без записи разговора с тобой забьюсь. Я в Питере нахожусь, не ссы. Забьюсь, я тебе обещаю. Так вот, слушай сюда теперь официальную часть. Тебя успокоило то, что я тебе сказал, что я с тобой вне формата записи разговора поговорю, просто я сейчас на работе. Ну а слушай сюда. Клиент, твой клиент, он является гражданином Российской Федерации. И вот такие методы, которые вы применяете там в своём банке, не только в этом авангарде, неприемлемы. Понял? Да потому что это неприемлемо, это вымогательство. 163-я слышал? Если ты с ним собирался в таком же формате разговаривать, то вот это вымогательство. А ты знаешь, что такое же вымогательство вообще-то? Представляешь, что это такое? Я знаю. Поверь, я тебе отчёт давать не буду. Если ты хочешь, ты можешь набрать www.aliam.ru, попасть на наш сайт. Всё узнать о том, что представляет наша организация. А это ради Бога. Это твоё право. Понял? И твоя возможность, если ты знаешь, где нажимать. Так, а как тебя реально, вот, вызвонить, да, вот, после того, как он заплатит Владимир на деньги? А что ты заплатит? Ты же со мной забиться хотел в ближайшее время. Нет, так я говорю, давай с тобой забьёмся и подпорим, что он в ближайшее время не вернёт. Нет, слушай. Чувачок, ты тут не чеши, как ты говоришь, да? Чувачок, я не знаю. Так вот, давай, я тебе сейчас, вот этот телефон твой, я тебе перезваниваю только с другого номера, со своего. И я с тобой забиваюсь, как ты сказал. Ага. Ага. Ты же в Питере живёшь, да? Где ты там сидишь? Конечно. И родился в Питере, да? И работал в Питере, и работаю в Питере. Какой ты молодец. Так вот, если ты меня на что-то вызываешь, я тебе отвечаю, что я с тобой готов встретиться. Конечно, у меня сейчас рабочее время. Это очень хорошо. Да, и я не могу на эту тему по служебному телефону разговаривать. Но если ты ещё раз, я тебе повторяю, меня на что-то вызываешь, я легко с тобой встречусь. Ясно тебя? Это очень хорошо. Так а что ты? Так давай мобильный телефон свой. Я сейчас под запись разговора это делать не буду. Перезвоню ровно через две минуты, как только поговорим. С другого телефона. Как твоя фамилия и как тебя звать? Фамилию должника Ермолаев Владимир. Назови, когда перезвонишь по этому номеру, чтобы на меня переключили. Тебя как зовут? Я же тебе сказал Максим. Я Максим. Всё хорошо. Давай удачи Максим, жди звонка. Ждём, давай. Игорь Негода. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Могу я человека по имени Максим услышать на этом номере телефона? А фамилии и отчество… Он не представился. Он сказал что я могу перезвонить на этот номер телефона и ему сразу передадут трубку? Я понял. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Я не должник, не клиент банка. У меня с ним личные отношения. Он мне сейчас накидал кое-каких претензий, и мы с ним договорились, что я перезваниваю, говорю Максим, и он со мной соединяется. Странно, я просто по имени... Ну, у вас такие сотрудники работают. Они сначала оскорбляют людей по телефону, потом говорят, перезвони, чтобы договориться о каких-то других взаимоотношениях. Хорошо, он звонил по поводу должника по фамилии Ермолаев. Минута. А имя отчества знаете? Еще раз сказал он мне, сказать фамилию должника. То есть человек не рядом, да, сейчас? Да, вы сейчас заняете в общую службу поддержки. А что же он тогда говорит, оскорбляет людей, юристов, потом говорит, перезвони, мы с тобой забьем стрелку. Это что у вас за сотрудники такие? Я не смогу. А потом еще и заднюю скорость включает. Специально в дурдоме набирают. Запись разговора будет предоставлена в прокуратуру. Человек по фамилии, не знаю как, по имени Максим, будет фигурировать как лицо, применяющее к своим должникам методы жесткого давления на грани вымогательства. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...